Сырые веганские диеты Сырые испытали на себе, облегчить ли симптомы фибромиалгии преимущественно сырая веганская диета. И ура, она сработала. Существует специальный список, FIQ, позволяющий измерить воздействие фибромиалгии на человеческую жизнь. В начале исследования дела у пациентов шли и плоховато, к концу второго месяца показатели улучшились. И к концу исследования, по истечении 7 месяцев, были значительные улучшения в каждом из пунктов списка. Снизилось физическое недомогание, пациенты чувствовали себя лучше, брали меньше больничных, испытывали меньше боли, усталости, скованности тела, тревоги, депрессии. Таким образом, изменение диеты с упором на сырой рацион сильно облегчило симптомы фибромиалгии. Когда современное издание по ревматологии решило сделать обзор по этому исследованию, его редактор заметил, что результаты были самыми впечатляющими из всех недавно проведенных тестов по лечению фибромиалгией. К примеру, показатели были в три раза лучше, чем сообщила клиника исследований Мэйо в рамках программы по борьбе с фибромиалгией. Правда, это не было двойное слепое плацебо-исследование. Оно было проведено без контрольной группы. Но, как отмечено, вообще-то подобные исследования трудно провести, когда речь идет о питании, поскольку люди вряд ли не заметят, что вдруг сели на веганскую диету. Итак, сырая веганская диета сработала. Преимущественно сырая веганская диета тоже. Даже обычная вегетарианская диета, кажется, помогает. А что, если это будет не чисто, а преимущественно вегетарианская диета? Именно ее и протестировали недавно. Пациента с фибромиалгией посадили на преимущественно вегетарианскую диету на две недели и не увидели особых улучшений их состояния. Может быть, они были на диете слишком мало? Мы не знаем. Верно лишь то, что имеющиеся на сегодняшний день наиболее доступные научные факты гласят, что диеты на растительной основе, будь то вегетарианская или веганская, могут помочь пациентам с фибромиалгией. Но наиболее доступные не означает самые достоверные факты, не так ли? Ведь речь шла о небольших, плохо контролируемых и относительно краткосрочных исследованиях. Но что мы теряем, если попробуем? Выходит, что рацион людей с синдромом хронических болей обычно самый дрянной, что, возможно, и объясняет их более высокие показатели по хроническим заболеваниям, например, по раку и сердечно-сосудистым болезням. Поэтому даже если здоровая диета не поможет с симптомами фибромиалгии, то, по крайней мере, она может помочь предостеречь людей от заболевания чем-то еще. Последнее, что нужно ежедневно страдающему больному – это еще одна болезнь. Перевод, монтаж и голос за кадром на Аэр Словник. Ссылки на исследования вы найдете в описании к видео. Поддержите наш проект лайком, репостом и подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал! auernd Продолжение следует...